Приветствую вас. Здесь достаточно просто все. С одной стороны, конечно, с одной стороны все просто, но с другой стороны, что называется, все не так просто, потому что это все-таки дети. В данном случае это ребенок. И мне кажется, что тут в любом случае есть возможность ошибиться и решить какие-то нюансы. Поэтому, мне кажется, первое, что нужно вам обязательно сделать это, ну, как можно более подробно, вот, на личной консультации с психологом рассказать историю свою. Чем, условно говоря, больше будет нюансов, чем, условно говоря, больше будет, там, ну, таких вот моментов, да, чем больше будет информации о вас, тем, чем больше будет возможность, чем больше будет возможность вам помочь, тем больше будет возможность, дать вам, тугу, обратную связь, который вы хотите. Такие дела. Что касается самих вещей, то у ребенка, когда отражение отношений в семье и, соответственно, то, что я могу сказать, это, истерика, это, ну, такое вот, желание привлечь к себе внимание, да, то есть, ну, это вот, такая поправдность привлечь к себе внимание, истерика. Истерика, как истерика. Истерика, эти новости привлечь к себе внимание. Вот. Вот. Рвуты, это, соответственно, отражения, чего-то. То есть, теснота, это отражение, из себя чего-то. Реакция, надо сказать, достаточно естественная и полезная. Но другое дело, что хаотично очень проявляющаяся, что естественно не может не беспокоить. Поэтому здесь нужно постараться посмотреть на ваши отношения в семье, с ребенком, между взрослыми. Я уверен, что именно там это будет ответ на ваш вопрос. Именно там будет ответ на ваш, значит, на ваш такой вот запрос относительно того, почему там, словно говоря, ребенок переживает вот такие, ну такие сильные отношения. Я так понимаю, достаточно чувства. А зачастую именно объяснений не нужны. Вот, зачастую достаточно просто проследить. Вот, проследить за тем, как формируется ваш ребенок. И друг к другу. Вот. И вы, в общем целом, довольно быстро сможете увидеть, в чем проблематика. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. и с другими людьми. Готовы ли вы начать меняться? Потому что ребенку поможет только это. Не какие-то техники, приемы, а только эти марио важные вещи. Поэтому спросить себя. Ну согласитесь, я надеюсь вы согласитесь с тем, что это довольно тяжело на взрыв плакать. Тяжело достаточно, как мне кажется, переживать то, что переживает ваш ребенок. Поэтому есть основания для ребенка. Вот основания эти. Ну давайте назовем их системными. Вот. То есть все такое системное основание. Да, системные основания это основания, которые повторяют. Вот. Соответственно, повторение происходит из-за чего? Из-за цикличности действий родителей. Это, собственно, все. Поэтому если действие родителей изменится, по силу которой ребенку шлется, изменится, вот, то соответственно и ребенок. Ребенок сам будет вести себя иначе, вести себя по-другому. Совсем-совсем по-другому. Не так, как сейчас. Вот. Но только при условии, как я сказал, если будет то, что, о чем я говорю. Если будет желание родителей измениться. Это может быть вы, потом это может быть папа или, или там, ваша мама, ваша сестра, ваш брат, кто угодно. И дальше будет изменение у ребенка. А если вы будете пытаться изменить ребенка, но не меняться сами, ничего хорошего не получится, кроме только того, что у ребенка зафиксируется позиция, что с ним что-то не так, что он какой-то не такой и так далее. И вот это вот отражение, что идет сейчас, оно будет подавляться. И если вы думаете, что у ребенка от этого станет лучше или нет, то есть вы сейчас, можно сказать, показываете ему медвенную услугу, потому что вы спрашиваете, что с ним, а я спрашиваю, что с вам. И вот как вам вопрос следовало бы задать, да, это то, что вот так получается, так получается, что мой ребенок, значит, испытывает определенные негативные симптомы, его тошнит, он очень сильно плачет, на взрыв, а потом его тошнет. Вот. Я не знаю причины, да, вот, но, соответственно, это происходит. Что мне делать? Как бы, и первый же вопрос, который мы столкнемся, это вопрос о том, ну, хорошо, а расскажите, пожалуйста, подробнее о, там, сыпью, а расскажите, пожалуйста, подробнее о характере, структуре отношений между вами и, там, ребенком и так далее, да? Вот. Такие вопросы были. И спросите себя, готовы ли вы на такого рода вопросы отвечать, потому что, если не готовы, если вы не готовы отвечать на такого рода вопросы, то, что работа уже не получится, понимаете? Ну, работа, в смысле, терапия не пойдет вперед. Вот. Ну, просто потому что, вы не готовы раскрывать, раскрытия потенциал к изменению. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать сейчас, на данный момент, то, что я могу вам сказать, это, конечно, мало. Я понимаю, что этого мало. Вот. Но больше пока, что сказать, я, наверное, ничего не могу. Потому что, э-э-э, нужно более подробно с вами пообщать, и будет более подробно исследовать, вот, э-э-э, вот, э-э, ну, э-э-э-э, ну, э-э-э, вот эту историю, вот, которую вы вы рассказали. Потому что есть множество нюансов, которые могут делать проблему проблемой. Мне бы не хотелось эти нюансы спустить на тормозах. На этом все. Надеюсь, что вы найдете возможность посетить или онлайн привести психотерапию для того, чтобы понять, что все происходит и в какую сторону вам двигаться. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова